Дальше. Ну, Ольга Борисовна, я хочу привлечь ваше внимание к чату, там большие благодарности и небольшие вопросы. А, да-да-да, я не посмотрела. Мы сейчас письменно, и мы все тоже сможем к этому приобщиться. Я с удовольствием передаю слово Алексею Евгеньевичу Котельвасу, независимому исследователю, историку моды, нашему следующему докладчику, который расскажет про длинный эскиша в русской живописи Серебряного века. Пожалуйста. Да, коллеги, я включаю совместное использование. И нужно сделать большим... Сейчас, секундочку. Вот я думаю, вы уже должны сейчас увидеть презентацию. Да, мы видим презентацию. Чудесно. Сквозным героем в четырех кейсах, которые я сегодня рассмотрю, в четырех произведениях изобразительного искусства, является модный аксессуар начала 20 века, который, за неимением другого термина, я называю длинный эскиша. Да. Ну, действительно, эта вещь была очень разной. Иногда она была из плотной материи. Вот, как вы видите на данной иллюстрации, даже имела на концах такие узелки. Иногда, и чаще всего, материя была довольно легкой. Часто эту вещь носили, перекинув ее через локти, и тогда материя сворачивалась, и действительно очертания аксессуара были такими узкими, долговатыми. Иногда эту вещь разворачивали, и она превращалась в своего рода легкую накидку. Порой эти вещи украшали пайетками, в общем, исполняли их в разных цветах. Ну, разумеется, меня будет интересовать главным образом не сама вещь, а то, какие смыслы она обретает в рамках произведения изобразительного искусства в русской портретной живописи начала 20 века. Зачем художникам нужны подобные элементы костюма? Как они работают на выполнение художественной задачи? Ну, я хотел бы сослаться на пособие по этикету, которое привыкает к анализированному периоду, издано в конце 19 века. Автором его является Баронесса Врангель. И вот Баронесса Врангель рекомендует своим читательницам не держать руки вдоль туловища, а лучше вложить в одну из рук зонтик или еще какой-то предмет, чтобы придать позе некоторую элегантность. Безусловно, поиск позы для художников тоже очень важное дело, и подобные аксессуары часто являются способом решения чисто формальной задачи. Так Николай Ульянов в своих воспоминаниях о Валентине Серове, изданном в 1945 году, вспоминает, что Серов очень внимательно присматривался к своим моделям, изучал их повадки, искал позу. И часто дело решалось, если женщина заполучала в руки отрез спасительной материи. Вот эта спасительная материя действительно позволяла каким-то образом позу формализовать, придать ей что-то интересное. И, конечно, использование подобных аксессуаров решало для художника часто чисто формальную задачу, не имеющую отношения к смыслу произведения. Но, оказавшись на живописном полотне, аксессуар часто начинал работать на более широкую творческую задачу художника и обретал подчас неожиданные смыслы. Вот первый кейс, который я хотел бы рассмотреть, это портрет Генриэда Реопольдина Гиршман 1907 года, автор его, как все помнят, Валентин Серов. Надо сказать, что эта работа в высшей степени необычная. Да, я здесь небольшую ремарку себе позволю. Это, конечно, не шарф, а меховая горжетка, но поскольку я сравниваю не экспонаты из музея моды, а рассматриваю аксессуар в контексте произведения изобразительного искусства, то, в общем, по общим очертаниям и в силу упрощенности манеры письма Серова я позволил себе этот кейс в этот ряд включить. И чуть позже станет понятно, почему в рамках задумки Серова важно, что здесь и мех не слишком пушистый, что позволяет ассоциировать меховое изделие с материей. Так вот, сюжет этой работы поистине уникальный. Под влечение скажу, что в прошлом году я имел большую радость слушать доклад Татьяны Юрьевны Дашковой в Российской Академии Художеств. Он был посвящен моде в советском кинематографе в 30-х годах. Татьяна Юрьевна задала интересный вопрос, сколько раз мода присутствовала в качестве сюжета образующего мотива в кинематографе этого времени. Вот аналогичный вопрос можно задать по отношению к русской живописи конца 19-го, начала 20-го века. И ответ будет неутешительный, потому что, я думаю, перед нами едва ли не уникальный случай, когда мода, то есть покупка вещей или примерка, как в данном случае мы видим, является сюжета образующим мотивом живописного полотна. Надо сказать, что это не осталось без внимания. И прижизненный рецензент Серова, М. Симонович, в газете «Речь» писал, «Серов подчас прибегает к чисто реалистическим приемам, подчас комбинирует их с приемами иллюстративной техники. В его портретах, писанных с редким мастерством, устранено все лишнее. Особенно ярко выступает эта особенность в портрете госпожи Гиршман. Модная картинка, хочется сказать при первом взгляде на него, да, модная картинка, чувствуешь поток». Действительно, эта ассоциация с модной иллюстрацией связана не только с самим сюжетом произведения, но и с тем, что в портрете Генриэда Леопольда Мишман повторяются формульные позы, характерные для модной иллюстрации этого времени. Одна рука модели облаканчивается на стол, другой она подчеркивает фактуру своей одежды, акцентирует взгляд зрителя на ней. Это, конечно, очень часто повторялось в разных произведениях. Однако «Серов» идет глубже, и этот процессор обретает в его произведении какую-то особую символическую значимость. Очень часто портрет Генриэда Леопольда Мишман сравнивают с ленинами Веласкеса, поскольку, как вы можете заметить, здесь в зеркальном трюме есть небольшой автопортрет художника. Однако, в отличие от меню, где художник занимает большую часть полотна, чем его юная модель, мы видим, что здесь этот автопортрет дан украдкой, лицо Серова даже искажается в грани пациентного зеркала, так что скорее мы обнаруживаем его не сразу. И здесь идет речь не сколько о прямую явленном нам автопортрете художника, сколько о сюжете с таким подсматриванием, когда модель как-то не замечает художника, а он, тем не менее, присутствует в комнате и наблюдается. На этом основании я сравниваю портрет Генрегета Леопольда Мишман с Сусанной и Старцами, Тинторет, это работа уже совершенно другого периода. Эту идею я уже предлагал на нашем круглом столе более года назад, но я позволю кратко ее повторить в новом контексте, поскольку за это время мое построение приросло тремя аргументами и одним комментарием географического характера, который, на мой взгляд, заслуживает внимания. Ну, прежде всего, вспомню уже упомянутые воспоминания Николая Ульянова о Серове. Ульянов вспоминает, что в одном из своих разговоров он задал Серову вопрос, а на какую работу Серову готов был бы смотреть до конца жизни, если бы можно выбрать только одну. И Серов без раздумья ответил, конечно, на Сусанну и Старца в Тинторетке. И здесь возникает вопрос, ведь это довольно сильное заявление, что ты готов на одно полотно смотреть до конца жизни, если придется. Почему для Серова этот сюжет Сусанны и Старца, молодая девушка, совершающая омовение, и несколько пожилых господ, которые со них подсматривают, почему он стал для него важным. Неожиданный ответ я нашел в воспоминаниях двоюродной сестры Валентина Серова. Она вспоминает, что однажды юный Серов увидал своих двоюродных сестер, которые купались в реке, забрался на сарай и решил за ними понаблюдать. Но, видимо, он не очень таивился, потому что был вскоре обнаружен. И дальше состоялся интересный диалог, в рамках которого Валентин Серов очень трогательно умолял своих сестер продолжать свои занятия, просил их нарисовать. «Вы меня даже не заметите», — говорил он. То есть, по сути, юный Валентин Александрович предложил сестрам, а, кстати, одна из них потом стала его супругой, была удочеренной, еще одна важная деталь, предложил им такую ролевую игру, в рамках которой они его как бы не замечают, а он при этом за ними наблюдает. Не то ли же самое происходит на картине Тинторетта. Ведь старцы как-то не очень таятся. Но Сусанна может делать вид, что они ею не замечены, поскольку она смотрит на себя в зеркало. Советские искусствоведы отмечали, что взгляд кинриеты Бишман высокомерный, что она смотрит как бы поверх художника. Но она действительно смотрит поверх художника, потому что мы хорошо видим, что в трюмо отражено еще одно зеркало с полукруглым завершением, которое находится на противоположной стене. То есть она, как и Сусанна, смотрит на себя в зеркало. А другая бросающаяся в глаза аналогия — это, собственно, сами наблюдатели. Это бородатые мужчины, которые, в общем-то, существенно старше своего объекта наблюдения. Надо сказать, что у Сиркова с Кенрией Бишман была очень большая разница в возрасте, и она подчеркивает это в своих воспоминаниях, особенно в их первое знакомство, когда он писал ее первый портрет. Она была совсем юной. Еще один интересный момент — это преграда, которая разделяет наблюдателя и объект наблюдения. Здесь на картине Тинторетта мы видим такую шпальеру плоскую, квадратной или прямоугольной формы. И, собственно, художник и модель тоже отделяют полотно квадратной формы, которое стоит на мольберте. Ну, конечно, вот эти композиции с баночками, с парфюмом и прочим, тоже являются частью аналогии, возможной между этими произведениями. Еще одна не сразу замеченная мной деталь, которую часто скорее в таком этнографическом, что ли, ключе интерпретируют. Дело в том, что на столе у Генриетты Биршман лежит стекло. Ну, действительно, в какой-то момент, чтобы не портить мебель, стекло начали класть на туалетные столики, покрывать им туалетные столики. Ну, в рамках такого подхода совпадающих улик, пользуясь терминологией Карла Гинзбурга, мы можем сказать, что это тоже может быть метафора водной глади. Генриетты Биршман касается поверхности стекла, так же, как и Сусанна погружает свои ноги в воду. Ну, и возвращаемся к этому аксессуару. Тут становится понятно, что в рамках этой глубокой аналогии, глубокого подтекста, а Серов разрабатывал свое произведение целых два года. То есть у него было время подумать. Здесь очень важно, что перед нами действительно не меховое изделие с пышным мехом, а такая горжетка с коротким мехом, очень упрощенно изображенная, что позволяет ее ассоциировать с этим белым куском материи с бахромой, которую мы видим на картине Центаретта. То есть в данном случае аксессуар является частью довольно глубокого подтекста. Я использую специально именно это слово, не аллюзия, не стат, а подтекст, поскольку обнаружить это, в общем-то, не так уж и просто. Пунктиром обозначу этот сюжет. У портрета Кенриэта Гиршман есть портрет по братьям, который не сохранился, поэтому я вот в таком позорном качестве вам сейчас его демонстрирую. Он недавно мной был найден в Санкт-Петербургском архиве на фото документов. Это работа знаменитого портретиста Осипа Браза. Конечно, здесь нет такой психологической проработки образа, но и по позе, по отдельным мотивам, конечно, здесь может быть ассоциация. Надо сказать, что Осип Браз эту работу выставил за два года, до того, как была написана Серовская работа. На знаменитой выставке русского портрета в Таврическом дворце была организована Дягилевым, если верить писанию Петербургского архива. Но это все требует еще уточнения. Тем не менее, здесь может быть определенная ассоциация. Собственно, давайте перейдем к Осипу Бразу. Сегодня это имя больше известно благодаря портретам Чехова. Однако Осипа Браза множество замечательных работ, которые сегодня разбросаны по музеям России, по постсоветскому пространству, участие с ним находится в дальнем зарубежье. Вот это очень известная работа, которая находится в Карелии. Недавно она путешествовала в Москву в рамках выставки жен художников в музее русского импульсионизма. Это жена Осипа, да, это жена Осипа Браза, Лола Эдуардовна Браз. Значит, что бросается в глаза в этой работе? Ну, во-первых, такая бытовая поза. Это еще один портрет жены, выполненный Осипом Бразом. А вот Серебрякова изображает Лолу Эдуардовну. То есть, видимо, для супруги Браза вот такая бытовая постановка корпуса с опорой на руку была достаточно характерна. И, собственно, вот этот бытовой характер портрета, видимо, является его главной творческой задачей. Тем более, что Лола Эдуардовна изображена здесь вместе со своим домашним питомцем. А, как вы знаете, собака часто является символом супружества. Ну, самый такой широко известный пример – это Венера Ургинская, Сициана, конечно. Браз прежде всего колорист. И в данном случае очень важно, что у собаки шерстка коричневая с белыми пятнышками, и супруга в коричневом платье с белым воротом, и с белым же, украшенным, судя по всему, пайетками шарфом. Ну, и если произвести композиционный анализ этого произведения, то тоже здесь увидится некоторое уподобление, два по-разному расположенных друг с другом овалом. Граз прежде всего колорист, поэтому в данном случае шарфик служит средством такого колористического уподобления. Ну, и интересный момент, что это большеформатный портрет, поэтому, по сути, Осип Эммануилович возводит такой бытовой сюжет в рамп практически парадного портрета. Другой кейс, который я кратко хотел бы рассмотреть, это портрет Идера Упинштейна Серова, написанного в 1910 году. Ну, и здесь у меня очень простая идея, в общем, из одежды или текстиля здесь только шарф. Я не знаю, что здесь видите вы, но когда я вижу зеленые с изгибами очертания, поблескивающие объекту, ползающие куда-то вдаль, и абсолютно обнаженную женщину восточного типа внешности, что всегда подчеркивал Серов в своих разговорах, разговорах, я понимаю, что здесь мы имеем дело с аллюзией на Ветхий Завет, сюжетом про грехопадение, и тогда наш шарфик является собой некий символ ветхозаветного змеи. И вот очень интересно, что у Константина Коровина тоже иногда встречаем такие зеленые аксессуары. Вот это работа уже 20-х годов, тоже 20-е годы. С 20-ми годами очень трудно с атрибуцией, я не буду в эту тему входить, в то, что написано. Вот эти работы из частной коллекции, которые продавались на аукционах в 2006-2007 годах. А вот эта работа выглядит менее спорной, во многом благодаря зеленому шарфику, потому что она написана в 1910 году, в том же году, когда Серов написал «Игру 24». Это не просто два случайных художника, которые в один год изобразили своих моделей с зеленым шарфиком. Это лучшие друзья Коровин и Серов, которых в шутку называли Коров и Серовин, которые были неразлучны, я уже завершаю, да, и которые очень тесно общались, часто заимствуя друг у друга отдельные изобразительные приемы. Михаил Нестера в своих мемуарах пишет о подобных заимствованиях. Надо сказать, что Коровин был в этой части очень параноидален, и он мог, например, Лебитану сказать, а это, по-моему, у тебя мое облачко. Ну и часто эксперты отмечают, что если кто-то у кого-то заимствовал что-то, то скорее Серовку Коровина, чем наоборот. Как ни странно, хотя им Серову не было, может быть, более громким. Я полагаю, что здесь мы имеем дело или с бессознательным заимствованием у друга, с которым очень часто общаешься, или непосредственно дружеским омашем. Итак, мы видим на этих примерах, что аксессуар, попадая в пространство художественного произведения, произведения изобразительного искусства, часто служит для художников средством реализации довольно серьезной художественной задачи. Это не случайно, потому что, подобно тому, как в образе человека аксессуар служит акцентом, также на него делается акцент и в изображении модели в живописном произведении. В этих кейсах мы увидели, что примерно один и тот же аксессуар с различными вариациями может служить и средством описации к известным произведениям искусства, и векозаветной аллюзией, и средством подавления героев картины, и предположительно дружеским омашем. Спасибо большое. Спасибо огромное за прекрасный доклад, тоже я вас попрошу сейчас свернуть демонстрацию экрана, и я знаю, что у нас в чате есть небольшой комментарий, может быть, вы захотите на него ответить, и коллеги, будут ли вопросы, у нас есть много людей. Простите, я свернул демонстрацию экрана, что-то немножко... Еще нет? Пока нет. Как же это делать? Сейчас презентация не в режиме слайдшоу. Вверху нужно активировать, закрыть презентацию. В самом верху, если вы подведете курсор, красная будет позиция. Спасибо, Александр Славович, спасибо большое. Спасибо, коллеги. Все виртуальные руки, или, может быть, какая-то реплика будет. У меня маленький комментарий к изображению Иды Рубинштейн. Спасибо большое, Алексей. Очень интересное было сравнение Серова и Тинторетта. Вот, замечательное. А вот по поводу Рубинштейна, это, скорее всего, аллюзия к ее танцу «Семи покрывал», которую поставили, она должна была танцевать Соломею в пьесе Оскара Уайлда. Соломею запретили, остался только этот танец, который показали там некоторое время спустя. И, возможно, это и одно из последних ее покрывалов, и последнее. Спасибо большое. А вы не помните цвет покрывала? Ну, их же семь было, все не помню. А, понятно. Ну, я думаю, что вы абсолютно правы, но это одно другому совершенно не мешает. То есть, попадая в контекст живописного произведения, могла произойти некоторая ресемантизация. Ну, то, что Рубинштейн любила танцевать полуобнаженной, это тоже, конечно, известный факт, который отражает некую динамику диалов телесности, связанных с танцевальной культурой. Спасибо большое за ваш комментарий. Можно ли задать вопрос? А, тогда, наверное... Хорошо, тогда я очень быстро задам вопрос. Вот, Алексей, как вы считаете, помимо Тинторетта не могла ли повлиять, ну, вот как возможный источник, картина Мане «Барфа ли Бержер», потому что там тоже вот зеркало и тоже вот такая игра, так сказать, вот что нарисовано в зеркале отражения, что мы видим, тут разные ракурсы, разные хитрости, и точно так же вот такая экспозиция разных бутылочек, там, флакончиков на первом плане. Ну, в общем, есть целый ряд каких-то формальных сходств, ну, это просто так. Ассоциация возможная. Да, это интересная ассоциация. Я думаю, что даже, в принципе, ассоциаций может быть еще больше, потому что я, по крайней мере, несколько выделяю пластов в этом произведении. Вы знаете, что у меня есть версии про купеческий портрет, как социальное маркирование, это относится к портрету Гидриета Гершман, и, конечно, отсылка к Тинторетту. Мне просто кажется, что здесь больше совпадений, больше совпадающих улик, если говорить о Тинторетте. Кроме того, ну, есть такой момент, как складывались отношения русских художников и импрессионистов. Складывались они сложно, потому что вообще есть точка зрения, что Серова не вполне верно называть импрессионистом. У него действительно возникает кое-где какая-то вибрация мазка, но это не означает, ну, какой-то, что ли, сюжетной близости, идейной близости к творчеству импрессионистов. Ну, это, в общем, достаточно давняя дискуссия, она отчасти упирается в идеологическую догматику советского периода, попытка отгораживать русских художников от ненавистного буржуазного искусства. С другой стороны, она идет еще дальше, в дореволюционный период, в противостоянии импрессионизму со стороны Стасова и других ультраконсервативных представителей российского художественного мира. Но, в принципе, более или менее позиция советских искусствоведов подтверждается в том, что такого какого-то очень интенсивного взаимодействия в творчестве Серовой, творчестве импрессионистов, судя по всему, не было. Хотя есть художники, которые чуть дальше отстоят от реализма, вот, например, тот же упомянутый сегодня Осип Брасс, он, конечно, находится несколько ближе к этому художественному направлению. Но спасибо, я в этом подумаю, да, действительно, может быть, здесь есть какая-то ассоциация. Спасибо, спасибо большое. Слушай, можно? Да, да, да. У меня короткий... Спасибо, во-первых, огромное. У меня короткий вопрос не про живопись, а про шарф. Я недавно совсем, к моему удивлению, узнала, что известная песня крутится, то, что мы знаем по советскому кинофильму, крутится, вертится шар голубой и так далее. Это городской роман с середины 19 века. И есть версия, но я никак это не могла проверить, что там был не шар голубой, а шарф голубой. Как точно был шарф голубой. Шарф голубой. Вот это просто, во-первых, что-нибудь... Знаете ли вы об этом? И, в общем, это вашу, так сказать, коллекцию шарфов, если это правда. Нет, я ничего не знаю об этом, хотя упомянутая песня первая, которую я выучил в своей жизни. Знаете, все одно к одному. В не советском Кишиневе это происходило. Но я не знаю просто, как шарф может крутиться. Вот это мне вызывает некоторые сомнения. Хотя все может быть. А, это же уже просто вечеринка. В общем, да. Да. Не на станции. Коллеги, есть ли еще вопросы, или все хотят танцевать с шарфами? Нет, нам точно было шарфов. У меня короткая... Да-да-да, пожалуйста, Актина Человна. Спасибо большое. Спасибо большое за доклад. Ну, во-первых, да, Улья Борисовна, спасибо. А Мане пойдет речь, да, вот в моем следующем докладе. И мне кажется, связь, она есть. Она не на уровне техники, импрессионизма, а вот на уровне самой этой композиции зрения, да, и зрителя. Хотя вовсе не настаиваю, что они похожи у Серова и Мане, но вот эта проблематика там есть. А вот скорее в пользу Мане и Тинторетта хотела обратить ваше внимание. Возможно, вы помните, что вот на большой и сопровождающейся очень интересным, значит, культурным шлейфом выставке Серова в Москве, которая проходила, были представлены ранние наброски к этому портрету, где натурщица заменяла, да, значит, модель, и там она была обнажена. Вот в этой же позе, но она была обнаженной. Посмотрите, я уверена, что они есть в каталоге, может быть, тоже вам для этого сравнения пригодится. Спасибо большое, Оксана Вячеславовна. Вообще известны более ранние наброски, которые Серова делал, которые прямо ассоциируются с портретом Генриеты Гишмана. Она там, конечно, не обнажена, но сама Генриета Гишман в том, что свои воспоминания по Серова, писанных для издания двухкомного Элизерберштейна 71-го года, она отрицает, что между этими работами есть связь. Но то, о чем вы говорите, я не совсем это сразу себе представляю. Я знаю, что по времени есть писанная тоже в 1907 году работа, которая называется «Натурщица», но базировала ему не совсем обнаженная, а завернутая в некую материю, но тоже акцентирующая руку таким образом, Елена Олиф. Может быть, здесь есть некоторая путаница, может быть, из-за совпадения по времени принимается Олиф за Генриета Гишмана. И, кстати, это очень интересно, что это не названо портрет от Елены Олиф, потому что, ну, очень статусная женщина, она не может позировать обнаженной, ну, артистка может, но не Олиф, которая, в общем-то, занимала достаточно высокое положение в обществе. Но в данном случае она из любви к искусству, по сути, ему позирует. И здесь есть ассоциация с другой работой, с портретом княгини Орловой, которая тоже как бы приспускает шубку, и мы видим ее обнаженное плечо. Вот эти две работы прямо действительно налажатся рядом с другой и прямо ассоциируются. Спасибо. Вы позволите небольшую ремарку? Да, пожалуйста. Если можно, я вот с точки зрения психолога, почему все-таки узкий шарф? Вот очень часто в тестах, в диагностике креативности используется именно шарф как предмет, имеющий большое количество значений. Для меня, скажем, портрет Эды Рубинштейна – это, прежде всего, Клеопатра со змеей. И вот эта вот аллюзия, многозначность самого предмета делает, по-моему, шедевр, благодаря тому, что слишком много значений, масса ассоциаций. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо. Спасибо вам. Да, это очень важный комментарий, потому что действительно ассоциация с Клеопатрой, она абсолютно, даже, может быть, это где-то и точнее, чем ассоциация с ветхозаветной Евой. Хотя бы потому, что не только Ева была обнаженной, но и Дорубинштейн танцевал, была обнаженной. И, конечно, мы помним, что, да, действительно, змея тоже в этой истории Клеопатры присутствует как составляющая. Ну, змеи в любом случае – это змеи. А вообще, конечно, действительно, именно многозначность придает художественному произведению подлинно высокий уровень, как Бахтин в свое время нам завещал, что отличается художественное произведение, скажем, от идеологического какого-то текста благодаря тому, что автор стоит над схваткой. Может быть, Серову и другим художникам это иногда удается. Благодарю вас. Спасибо огромное. Коллеги, мы вынуждены прервать эту дискуссию, лучше перенести, я думаю, ее в... Извините, можно маленькую-маленькую, так сказать, вставку. Мне кажется, что Клеопатра и змея, там все-таки змея убивающая. Может быть, все-таки Ева, змея соблазняющая. Ну, вот тут... Эрос и Танатас, соблазняющая, она же и убивающая. Спасибо. Коллеги, мы в силу технических причин позже начали, чем должны были, и регламент наш снистился. Но все равно, мне кажется, хотя бы пять минут перерыв сейчас необходимо сделать. Пять или десять, скажите. Кстати, это... Так, чтобы...